МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ-8. Студия Яна Степаненко. Главная тема выпуска. Внимание! На национальных трассах праздничные дни патрульная инспекция будет следить за любителями погонять на дороге. Я выведу 4 машины ловушки. Завтра исполняется 9 лет со дня апрельских беспорядков. Правда, мы так и не узнали, а большинство, кто принимал тогда решение, сегодня у власти. Депутаты готовятся к Пасхе. В основном встретить воскрешение Христовы планируют в кругу близких. Что касается затрат, некоторые признаются без помощи родителей и никак. Праздничная суматоха на автовокзалах. Не протолкнуться. Люди спешат кто домой, кто в гости. В России в столице тоже суета и пробки. К тому же на некоторых улицах не работают светофоры. Подробности в выпуске. Близится Пасха, а на столичных автовокзалах не протолкнуться. Люди, спешащие из города к себе домой или в гости к родным на праздники, оккупировали кассу, чтобы успеть на рейсовые автобусы. Представители автовокзалов отметили, транспорт отправляется заполненным, но заверили, мест хватит всем. С самого утра на перроне северного автовокзала скопилось много народа. Все спешили уехать на праздники. Кто домой, кто в гости. Больше всех рады студенты. Говорят, праздники ждали с нетерпением. Водители говорят, что на празднике число пассажиров ощутимо растет, а это означает прибыль. Чтобы справиться с наплывом пассажиров, администрация северного автовокзала увеличила количество рейсов по нескольким направлениям. По состоянию на 10 часов уже введено 42 дополнительных автобуса. Кроме того, там, где были маршрутки, заменены на вместимость большую. То есть на 45 мест, на 50 мест в зависимости от направления. На завтра уже 15 дополнительных машин. Пасха в этом году выпадает на 8 апреля. Следующий день у бюджетников выходной. На праздники и пробки в городе особые движения в столице. Сегодня было затруднено с утренних часов. По словам водителей, виной всему праздничная суматоха и неисправные светофоры. Причем на некоторых прикрестках они не работают уже несколько дней. В патрульной инспекции говорят, что пробки в канун выходных и праздников для столицы обычное дело. Водители разозлились не на шутку. Светофоры не работают, а заняться регулировкой дорожного движения похоже некому. Без того напряженную ситуацию усугубляют ямы на дорогах. Светофоры не работают. По данным Национального инспектората патрулирования, движение затруднено не из-за светофоров. Всему виной внезапный наплыв транспорта. Несколько дней назад на одном из перекрестков, где не работал светофор, прохожий самостоятельно регулировал движение. Очевидцы опубликовали кадры в интернете. Покажи ему. Молодец, если винты не справляются, так мы с вами справимся. Представители муниципального предприятия «Лумтех» не смогли нам объяснить, почему светофоры не работают. В преддверии пасхальных праздников Национальная патрульная инспекция предупреждает, в праздничные дни на национальных трассах будут работать 4 машины-ловушки, укомплектованные оборудованием для измерения скорости. Как отмечается в пресс-релизе учреждения, только накануне патрульные инспекторы поймали более 3000 водителей, которые превысили скорость. На праздники обеспечивать общественный порядок по всей стране будут свыше 6000 сотрудников МВД. Полицейские будут следить за общественным порядком и во всех церквях. Пограничники также объявили, что готовы справиться с возросшим потоком пассажиров. Ну а генинспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не перекрывать доступ к церквям и не ездить в транспорте с горящими свечами. От праздничной тематики, а к ней мы еще вернемся, к событиям 9-летней давности. Требования, за которые боролись 7 апреля 2009-го, до сих пор актуальны. Такого мнения придерживаются представители парламентской оппозиции. Коммунисты уверены, в тот роковой день произошел государственный переворот. Некоторые депутаты считают, что с тех пор страна движется в неверном направлении. Спустя 9 лет со дней апрельских протестов 2009 года, некоторые депутаты уверены, что Молдова продолжает свой путь к бездонной пропасти. 7 апреля это день, в котором, для демократии в Молдове, умерли. Допа таки лет, я хочу сказать, что эта война продолжает. И дезидерателям, для которых умерли на 7 апреля, остаются живыми и сейчас. Искусство, демократия, демократия, prosperительство для жителей, реанимирование национальности, и реанимирование. Коммунисты уверены. Искусство, демократия, Демократы, народные европейцы, не видят никакой деградации. Наоборот, народные избранники уверены, что Молдова на правильном пути. Думаю, в основном, у нас есть урока, что Молдова на правильном пути. Мы не хотим свободу, если мы не обеспечиваем, если мы демократим на протяжении, мы не снимаем политики, мы имеем средства, и мы имеем общество и правильное. Я считаю, что Молдова на правильном пути. Одинеры не могут быть в свободе. Я думаю, что в Молдова на правильном пути existа больше свободы, чем у них было бы на 7 апреля 2009. И, конечно, лужда лори, оттуда, с ума дату. Девять лет назад, после победы на выборах партии коммунистов, тысячи молодых людей вышли на протест. Мирно, на первый взгляд, акция закончилась столкновением из полиции. В своем обращении премьер-министр Зинаида Гречаной, а ныне лидер партии коммунистов, предупреждала родителей, что полиция готова использовать все необходимые меры защиты, в том числе и оружие. В ходе манифестации правоохранители задержали сотни протестующих. Многие из них попали в больницу после пыток и бесчеловечного содержания в комиссариатах полиции. В те дни сообщалось о гибели троих молодых людей. Но только дело о смерти Валерия Бабука удалось довести до суда. По данным антикоррупции.мд, немногие чиновники тех лет, преданные по КРМ, были привлечены к ответственности за халатность и бездействие. Наоборот, некоторые из них примкнули к демократам и социалистам, а сегодня занимают значимые должности. Юрий Чокан – один из самых высокооплачиваемых чиновников Молдовы. За один год работы в Центре внедрения реформ ООН по совместительству, являющийся и членом Центральной избирательной комиссии, получил внушительный оклад. В декларации о доходах и имуществе чиновника разбирались журналисты ТВ-8. По данным налоговой декларации Юрия Чокана, за прошлый год, во время работы в качестве директора Центра имплементации реформ, он получил зарплату в 782 тысячи леев. Если разделить на 12 месяцев, получается, что это по 65 тысяч леев ежемесячно. В прошлом году Юрий Чокан получил выплаты за членство в ЦИК в размере 53 тысяч леев, 1600 леев преподавательской деятельности, еще 250 тысяч от продажи автомобиля и 384 тысячи от обратной аренды машины или лесбек. Супруга Юрия Чокана получила 36 тысяч леев авторских прав и свыше 56 тысяч леев в качестве дивидендов от привеск.еу. Семья Чокана владеет домом, приобретенным в 2008 году за 62 тысячи евро и квартирой более сотни квадратных метров за 43,5 тысячи долларов. На имя Чокана зарегистрирован автомобиль Mercedes 2013 года, приобретенного за 390 тысяч леев, а также автомобиль марки Honda Civic 1997 года, стоимость которого составляет 2 тысячи долларов. В налоговой декларации Чокан также указал кредит в 384 тысячи леев, который он должен вернуть до 2019 года. И вновь о наступающих праздниках. Депутаты тоже будут светить Пасху. Одни проведут праздники дома, в кругу семьи, другие отправятся отмечать Пасху в родные села. Что же касается затрат, некоторые депутаты признаются, что не могут обойтись без помощи родителей. Как депутаты встречают светлую Пасху? Смотрите в нашем следующем материале. Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, стараются меня чем-то побаловать. На нашем столе традиционные молдавские блюда. Это, конечно же, козунак для Пашти, это, конечно же, холодец, это различные салаты, это голубцы. Козунак, уруши, кормы, кормы, это как в магазине. Сусть-эна-пост? Нет, но не могу. Сусть-эна-пост. Сусть-эна-пост кемга? Как говорится, в Молдовии. Посты очень хорошо работают на нас, мы соответствуем традиции. Что традиции? И мы ходим в бисеринку. На нас есть и дни, но и био, скажем так. Предположим, что мы ходим к родам Влад, то есть к родам. Это очень красивый ritual для их в семье, чтобы посадить Пасху, чтобы вопсить оуле, так что я научу из-за того, что я могу делать сестра моя. То есть, вопсить оуле? Да, вопсить оуле. Это очевидно. Мама говорит. Что делаете? Что делаете? Что делаете? Пасху, как традиция. По традиции в Стасную Пятницу, православные христиане держат самый строгий пост. В пасхальную ночь верующие отправляются в церковь с родными и близкими, чтобы присутствовать на богослужении и осветить куличи и яйца. Избирательная кампания в самом разгаре по случаю пасхальных праздников. Многие депутаты решили отличиться небывалой щедростью. В социальных сетях появляется все больше фотографий и видео с подарками, которые народные избранники преподносят избирателям. Подробности расскажем в нашем следующем сюжете. «Пока демократы обещают построить тысячи километров дорог, депутат Константин Цуцу решил самостоятельно порадовать простых граждан. Цуцу подарил жителям резиновые сапоги, чтобы те смогли без труда ходить по грязи». «Константин Цуцу» «Отдай, они мои!» «Пока Цуцу вручал сапоги, Най Симеон Плешко раздал жителям сектора Чикана вино, куличи и открытку с автографом». Социалисты тоже оказались весьма чедрыми. В Сороках избирательная благотворительность закончилась скандалом. Местные СМИ обнародовали видеокадры запечатленные у офиса ПСРМ на видео пожилые люди, которые ждали обещанные подарки. Работникам офиса присутствие журналиста не понравилось. «Смотрите, что делает это!» «Я тут сиди, что фотография!» «Я ж маль рэп и деды ища!» «Я шафара!» «Я шафара!» «Я шандреп, сейчас фотография стоят!» «Разворачивайтесь и выходите, пожалуйста!» «Здесь никто ничего не даёт!» «Вы понимаете, вот благодаря женщине...» «Я победила Пентру!» «Пентру!» 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 «Я скриш, не скриш, всё готово!» «Это не первый год, когда в канун праздников демократы проявляют великодушие». В 2014-м самым активным в этом плане был Сергей Сырбу. Депутат ходил по участкам и помогал людям по хозяйству. «Цементный завод!» «Я!» «Погрузка угля!» «Я!» «Уборка конюшен!» «Я!» «Кроме того...» «Да подождите вы, гражданин!» Два года назад демократы из Окницы нашли другое решение. На Пасху одной из малоимущих семей подарили корову. В пресс-службе по СРМ инцидент с куличами в Саровках нам не прокомментировали, а Константин Цуцу и пресс-секретарь демпартии на наш звонок не ответили. Молдавские власти не выполнили 4 из 10 условий предоставления первого транша макрофинансовой помощи Европейского союза. Об этом в эфире ток-шоу «Политика» заявил депутат Европарламента Зигфрид Муришан. Между тем, власти Кишневу вовсю говорят о выполнении всех 10 условий. Того же мнения придерживается социал-демократ, румынский европарламентарий Анди Кристиан. Впрочем, в том числе 10 условий технических условий для финансовой требований, в основном, в том числе и сфер-секретарь депутат Европарламент Зигфрид Муришан. Время программы, Европарламентарий уточнил 4 условия из 10 либо вовсе не были выполнены в Молдавской стране, либо только частично. Мурышан говорит о нескольких институтах в Кишиневе, которые бездействуют. В эти дни в столице прошло шестое заседание парламентского комитета по ассоциации ЕС Республика Молдова. Обсуждались вопросы банковской системы, независимости юстиции, финансирования партии и борьбы с коррупцией. После партии действий солидарности ЛДПМ объявила, что поддержит Андрея Анастасия в гонке за кресло генпримара столицы. Своё решение либерал-демократы мотивируют необходимостью объединения правых сил, как ответ на попытки демократов захватить государственное учреждение. Ранее лидер ДПМ отмечал, что готов поддержать любого единого кандидата от проевропейских сил. Но после того, как Анастасия выдвинул свою кандидатуру в пресс-службе, ДПМ дали понять, что демократы передумали, уточнив, что лидер партии «Платформа достоинства» и правда не общий кандидат, а кандидат лишь двух партий. Либералы выдвинули на пост генпримара столицы Валерия Мунтиану, социалисты Иона Чебана, а унионисты из ПНЕ – румынского депутата Констандина Кадряну. Регина Апостова – кандидат от партии Шора, Василий Костюк от партии «Демократия дома», а Александра Рожка предложила партия «Наш дом Молдова». В качестве независимых кандидатов на должность столичного градоначальника претендует Сергей Тофилат и Майя Лаготу. Певец Рики Ардезиано, проходящий по уголовному делу за сутенерство, не явился на судебное слушание. Его адвокат винит в этом прокурора, тот же, в свою очередь, в сторону защиты. Как отметили на суде, Ардезиано не смог прийти в суд по состоянию здоровья, а слушание в итоге перенесли. Судебное заседание по делу Юрия Чебутару, более известного под псевдонимом Рики Ардезиано, длилось всего несколько минут. Адвокат певца на вопрос, почему его клиент не явился на слушание, сделал вид, что ничего не знает. Через несколько секунд адвокат передумал и принялся обвинять во всем прокурора. По словам прокурора, заседание было отложено по просьбе адвоката. Рики Ардезиано задержали 9 месяцев назад. По данным уголовного дела, он склонил двух девушек к занятию проституцией. Сам певец обвинение отрицает. Ардезиано ранее заявлял, что на него заявили его фанатки, которые после концерта связались с ним и предложили сотрудничество. Если исполнителя признают виновным в сутенерстве, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под судебным контролем. А сегодняшнее заседание уже второе с тех пор, как дело начали рассматривать по существу. Жители Иловенского района приговорили к 19 годам тюрьмы за надругательство над 6-летней девочкой, а также за эксплуатацию ее матери, брата и бабушки, которых подсудимый отправил в Россию просить подаяния. По данным прокурора, в 2009 году подозреваемый вывез малоимущую семью в Казань. В течение 6 лет всю семью заставляли просить милостыню на улицах. А 6-летняя девочка была несколько раз изнасилована подсудимым. Решение первой инстанции может быть обжаловано в апелляционной палате. Бывший президент Южной Кореи Пак Кэн Хе признана виновной в превышении должностных полномочий. Применение принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы. Суд признал бывшего корейского президента виновной по 18 пунктам обвинения. Среди подтвержденных обвинений разглашение гостайны, злоупотребление властью и вымогательство и получение взяток. В марте прошлого года Пак Кэн Хе была отстранена от должности после импичмента, объявленного Конституционным судом страны, потеряв при этом президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования. Сама она обвинения в свой адрес отрицает. Причиной импичмента и последовавшего судебного преследования стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для намогательства денег у крупных компаний в обмен на политическое покровительство. Наши за границей в беде познаются. В Риме работающий там молдаванин нашел на улице кошелек, а после долгих поисков вернул его владельцу. Им оказался местный журналист, который поведал об этой истории на своей странице в Фейсбуке. Мужчина рассказал, что получил обратно все до цента и был несказанно удивлен. По его словам, нашедшего деньги героя зовут Федерико. Он попытался найти владелец кошелька по табличкам на домах в регионе, но безуспешно. Тогда попытал счастье в Фейсбуке, нашел номер телефона и позвонил. После этого случая многие итальянские работодатели похвалили молдаванина и отметили, что ищут честных работников и попросили его номер телефона. Такой была пятница. Такой была пятница 6 апреля. О погоде на субботу нам расскажет моя коллега Виктория Царева. А после не пропустите ток-шоу «Кутьяйнягры» с Марианной Расуна. Если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам или уже звоните по телефону, указанному на экране. Я желаю вам приятных выходных в окружении тех, кто вам дорог. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok